Более 10 лет в нашем городе существует городской приют для безнадзорных животных. За эти годы приют показал, что жители города неравнодушны к судьбе животных. Очень часто приезжают дети из школ, из детских садов. Привозят корм, крупы, теплые вещи и многое другое. Ребят знакомят с кошками и собаками, дают время на общение. Ведь для животных важно не только, чтобы их кормили, но и дарили тепло и ласку. Решил посмотреть, что это такое, что из себя это представляет. Я приехал на удивление, как мне показалось, что не всегда это выставляют на показ, там все, их прикрывают. У меня в голове, в принципе, были мысли, что кто-то там, возможно... Потому что я сталкивался с такой проблемой, что люди, брав деньги, ничего не строили, ничего не открывали. Только на словах. А тут меня опустили, я посмотрел, приют, ну да, действительно, строятся новые вольеры. Ну и понимаю, что тяжело, людей нет, волонтеров очень мало, тяжело очень людям справляться. В настоящее время в приюте сложилась серьезная неблаковолучная среда. В том плане, что в приюте находятся одни волонтеры, но их очень мало. Здесь, по-моему, три человека всего находятся на весь приют. Вот, я считаю, что это неправильно, ну и не только, я считаю, что все, что обязательно нужно платить работникам и сделать хороший ремонт для бедных животных. Только силами волонтеров и силами Климовой Светланы, бывшей заведующей приюта, приют поддерживается в нормальной жизнедеятельности. Животные все сытые и ухоженные. Помимо этого, волонтеры вместе с Климовой Светланой занимаются и проблемой бездомных животных, которые обитают в нашем городе. Выезжают на звонки, где рассматриваются случаи со злобными животными и которые представляют опасность для людей. Кто-то помогает детям, старикам, кто-то помогает людям. Я выбрала, конечно, помощь животным, но, еще раз говорю, в каких-то моментах мы помогаем и людям, потому что бывают такие ситуации, жизненные ситуации, когда, ну, просто люди, ну, не виноваты, что животное может оказаться на улице. На самом деле, такой труд дается очень тяжело, особенно летом. Все-таки у волонтеров это свободное от работы время. Те, кто постоянно находятся в приюте, это бывшие работники, которые тоже не бросили животных, а остались им помогать. Более 10 лет существует приют и, конечно, он нуждается в ремонте. Большое спасибо Авдееву Александру Александровичу, который выделил 17 миллионов на ремонт здания. Но сложилась очень непонятная ситуация. Дело в том, что специально Климова Светлана Владимировна, уже будучи уволенной, взяла кредит, чтобы построить новые вольеры, чтобы вывести животных из помещения. Но до сих пор так и не ясен вопрос, что будет с животными и что конкретно будет в здании ремонта. Мы не получили никаких ответов на наш вопрос. И вопрос, когда же будут трудоустроены работники, чтобы они могли вывести животных из приюта, мы тоже не получили.